Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку «Гарри Поттер и философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали четвертую часть главы, которая называется «Путешествие с платформы 9 и 3 четверти». Сегодня нас ждет пятая часть этой главы. Ну что, поехали? Поезд двинулся с места. Гарри увидел, как женщина машется новьям рукой. Маленькая девочка, то ли смеясь, то ли плача, бежит за вагоном. Но вскоре она отстала, потому что поезд набирал скорость. Поезд чуть вильнул вправо и платформа пропала из вида. За окном замелькали дома. Гарри ощутил, приплыл в возбуждение. Он еще не знал, что ждет его там, куда он едет. Но он был уверен, что это будет лучше, чем то, что он оставлял позади. Дверь в купе приоткрылась, и внутрь заглянул один из рыжих мальчиков. «Здесь свободно?» – спросил он Гарри, указывая на сидение напротив. «Других вообще сесть некуда». Гарри кивнул и рыжий быстро уселся. Он кратко покосился на Гарри, но тут же перевел взгляд, делая вид, что его очень интересует пейзаж за окном. Гарри заметил на носу мальчика чайное пятно, которое матери так и не удалось стереть. «Эй, Рона!» – кликнули его заглянувшие в купе близнецы. «Мы пойдем!» «Там ли Джордан едет в двух вагонах от нас? Он с собой гигантского тарантула везет!» «Ну идите, промямлил Рон!» «Гарри, мы так тебе и не представились!» – близнецы улыбались. «Фред и Джорис везли. Это наш брат Рон. Еще увидимся!» «До встречи!» «Почти одновременно приснисли Рон и Гарри, и близнецы ушли!» «Ты действительно?» – Гарри Поттер выпалил вдруг Рон. Сразу стало понятно, что его расправа от желания задать этот вопрос. Он ради этого и подсел в купе Гарри, хотя в вагоне была куча свободных мест. Гарри кивнул. «О, а я уж подумал, что это очередная шутка Фреда и Джорджа!» Выдохнул Рон. «А вот его действительно есть, ну ты знаешь...» Он вытянул палец, указывая лоб на Гарри. Гарри провел рукой по волосам, открывая лоб. Рон, видев шрам, не сводился с него глаз. «Значит, это сюда ты знаешь кто?» «Да», – подтвердил Гарри. «Но я этого не помню. Совсем ничего не помню, судя по голосу, Рон наделся наобратно, но вообще ничего. Я помню лишь много зеленого света и все». «Ух ты!» – качнул головой Рон. Он сидел и смотрел на Гарри, над видя глаз, как очарованный, но потом похолодился и оставился в окне. «У тебя в семье все волшебники?» – спросил Гарри. Рон был ему интересен в той же степени, насколько он был интересен на Рон. «Да, думаю, да, после некоторого растунья выдал Рон. Кажется, у мамы есть твой родный брат. Он из магов, бухгалтер, но мы о нем никогда не говорим. Вполне очевидно, что у Висли были из тех настоящих семей волшебников, о которых говорил бледный мальчик в магазине, где Гарри купил школьную форму. Я слышал, что ты жил у магов, в голосах Роны светилось жутко любопытство. «Какие они вообще?» «Ужасные, хотя, наверное, не все. Но мои тети, дяди и твой родный брат – они ужасные. Я бы хотел, чтобы у меня было трое братьев-волшебников, как и тебя. У меня их пятеро, голос Роны почему-то был совсем невеселым. Я шестой, и мне теперь придется сделать все, чтобы оказаться лучше, чем они». Билл был лучшим учеником школы. Чарль играл в квиддич, носил капитанскую повязку. А перси вот стал старостой. Фред Чович, конечно, занимается всякой ерундой, но у них хорошие отметки, и все любят. Их все любят. А теперь все ждут от меня, что я буду учиться. Не хуже братьев. Но даже если так и будет, это ничего не даст. Ведь я самый младший. Значит, мне надо стать лучше, чем они. А я не думаю, что у меня это получится. К тому же, когда у тебя пять братьев, тебе никогда не достается ничего нового. Вот я и еду в школу совсем старым. Форма мне досталась от Билла. Волшебная бабочка от Чарли, а крыса от Пирси. Ну вот и все. Мы прочитали пятую часть главы, которая называется «Подешествие с платформы 9,75». В следующей серии начнет шестая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok